Друзья, всем привет! Сегодня будет видео касательно стоковых обновлений для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Подходит к концу июль месяц, ну и надо вам что-то продемонстрировать, как можно улучшить и ускорить свое устройство. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. За последнее время не особо часто разработчики нас баловали чем-то таким экзотическим, скажем так, чем-то новым, новыми фишками. Ну и тому подобным. Но хочу отметить, что разработчики очень активно выпускали версии для рабочего стола, ну или же для системной оболочки. Хочу вам сразу сказать, что устройство Xiaomi 14, но на его месте может быть абсолютно любое актуальное устройство Xiaomi, как этого, так и прошлого года. Вот со смартфонами 22 года могут быть определенные вопросы, но как бы тут важно понимать, что именно все новые обновления заточены именно под аппараты конца 23 и в принципе 24 года. Так вот, что касательно у нас оболочки, ну или же рабочего стола. Ну оболочки имелось в виду, конечно же, системные оболочки. Так вот, все последние версии, они были, ну скажем так, весьма интересными в плане того, что их, во-первых, было большое количество, во-вторых, что в некоторых наблюдались там небольшие фрезы проблемы. Но вот с последним обновлением именно рабочего стола, его версии, эти все проблемы разработчики убирают. И да, еще хотелось бы отметить, что все новые версии, именно системные оболочки, были взяты из китайских прошивок. На глобальных прошивках, увы и ах, эту всю историю почему-то обновляют очень и очень редко. Так вот, самые внимательные могли, наверное, сейчас заметить, что у нас версия 4.39.17. И да, тут на первой версии были определенные проблемы и об этом в своем телеграм-канале я писал. Да, кстати, все сегодняшние приложухи вы сможете найти в нашем телеграм-канале по ссылкам в описании под этим видео. И я могу отметить следующее, что вот, ну давайте мы не будем на примере Xiaomi 14 это рассматривать. Я ставил на другие смартфоны, там по типу Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, ставил на, получается, Xiaomi 12 еще и на 12X всю эту историю. И на Redmi Note 12S я могу отметить следующее, что плавность действительно стала лучше и открытие приложения теперь происходит без особых затупов. Да, как бы на примере Xiaomi 14 вы мне можете сказать, что это нечестное сравнение, потому что, ну как бы на нем и в принципе так и было бы понятно, что все работает. Но на перечисленных устройствах ранее я также все это поставил и работоспособность очень прекрасная. Да, конечно, не на всех может будет анимация выхода там из приложений, но, кстати, там, где ее не было, на некоторых устройствах все же она проявилась. Если кого интересует еще вопрос по возможностям и опциям в рабочем столе, увы и ах, ничего не добавило. И потому разработчики сконцентрировали свое внимание, конечно же, на оптимизации и улучшении системной оболочки. Второе приложение, которое также стоит рассмотреть, это новая версия безопасности. Да, в ней тоже не стоит ожидать прям кучи новых фишек, что там ваше устройство будет в плане автономной работы до недели или же до двух недель, но разработчики привносят определенные фиксы во всю эту историю. Версия 9.1.8. Если ваше устройство, которое сразу из коробки не обновлялось на актуальную версию безопасности, рекомендую вам это сделать. Почему? Потому что у вас добавятся новые режимы, такие как параметры зарядки, в частности вы можете выбирать либо же медленную, либо максимальную скорость зарядки, а также у вас могут появиться дополнительные возможности в плане оптимизированной зарядки. И да, в зависимости от смартфона, на который вы все это устанавливаете, фишки будут, конечно же, разными. И еще одно проложение, которое разработчики не забыли обновить, это, конечно же, все мои любимые Джо Йолс. В комментариях, что в Телеграме, что в Ютубе, многие задаются вопросом, вот нам сказали его удалить. Ну, как бы сказать, да, это отличный вариант, и как бы я не буду обсуждать сейчас в рамках этого видео, там, кто что сказал, там, и тому подобное. Опять же, друзья, мы должны с вами четко понимать, что это удаление или заморозка сделать с вашим устройством, ну, там, хоть Джо Йолса, хоть другого приложения. То есть, вы должны владеть полнотой картиной. То есть, если ваше устройство реально работает нестабильно, наблюдаются какие-то проблемы, то да, вы можете, ну, и вы понимаете, что, как бы, эта проблема в данном приложении, окей, вы можете его сносить, удалять и т.д. и т.п. Но если вы не видите в этом необходимости, если вы, как бы, не проверяли на своем аппарате более так предметно, что у вас проблемы именно с этим приложением, то я считаю, что трогать не нужно. Ведь, как вы знаете, золотое правило программиста, работает, не трогает. И потому я вам не рекомендую постоянно лазить, что-то удалять и замораживать, только если в этом нет необходимости. Но на вопросы, что кто-то там что-то сказал, там показал или же просто высказал свое мнение, что вот надо удалять, ну, я бы, конечно, не бежал бы все это дело реализовывать. Так вот, версия у нас 2.3.39, которая убирает, конечно же, троттлинг и улучшает работу устройства в мобильных играх. Потому, если вы хотите попробовать это все добро, то я вам рекомендую установить. На свое устройство я это все, конечно же, поставил, протестировал. И да, сделаю еще такое акцентирование, что лично на своем смартфоне, и опять же, еще раз повторюсь, лично на своем смартфоне, проблем я не заметил с работоспособностью Geoze. Потому, рабочий стол, безопасность, Geoze в целом вы можете без проблем обновлять. Если вам какое-то из этих обновлений не понравилось, вы, конечно же, сможете его откатить. Также в Telegram канале инструкция подката у нас была описана. Ну, а если я о чем-то забыл упомянуть или остались вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok